Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня, как и всегда, по вторникам мы предлагаем вашему вниманию программу «Версии». Мы – это политолог-богатырёв, и я – политический аналитик Сергей Лазовский. Программу, как всегда, готовили мы совместно, но так, к сожалению, получилось, что сегодняшнюю программу буду вести я один. А наш сегодняшний гость – уважаемый Сергей Шабовта. Представьтесь сами. Слушайте, меня больше всего радует тот наивно-человеческий факт. Мы, во-первых, знаем друг друга, и у нас же не один эфир, но мы тезки двое. Поэтому зрители, они где-то образно, виртуально, все среди нас, пусть загадывают свои желания. А мы будем искренне верить в то, что наша перетача, кроме этого, будет ещё и какую-то дополнительную энергетику иметь. Я имею счастье года сотрудничества с Украинским институтом политики, где выступаю в качестве эксперта по вопросам безопасности. И, в общем-то, абсолютно убеждён в том, что сегмент безопасности, он предполагает от аналитиков, в нём работающих, достаточно профессиональные знания, в том числе, безусловно, военного дела. И поскольку я, так сказать, многие годы кадровый офицер прошлого военно-морского флота, то мне это позволяет чувствовать себя в своей среде. С давних времён это считалось элитой среди военных, люди, которые были во флоте. Ну, в одной из академий, где мне довелось учиться, где всё-таки была структура вооружённых сил СССР, она всё-таки превалировала в сторону пехотных каких-то там частей и подразделений. Моряков и лётчиков было всегда ощутимо меньше. Поэтому, когда заходили разговоры о том, кто лучше, кто ещё, что-то моряки всегда с ухмылкой, но очень сдержанно, дипломатично говорили, ну, конечно, сапог всегда выше ботинка. Но, на самом деле, в этом, наверное, всё-таки больше шутки, потому что профессионалы, они были во всех видах вооружённых сил. Но легирующие добавки всегда были в меньшинстве по отношению к основной массе металла. Согласен. Вы знаете, я сегодня думаю, что мы отойдём от привычной формы нашего изложения. И причиной тому явилась омерзительнейшая ситуация, свидетелем которой я стал по дороге. Здесь вот на пересечении Жилянской и Антоновича бравые ребята из эвакуаторов, или как их там правильно называть, они грузили автомобиль вместе с его владельцем. Просто зацепили, человек сидит внутри, кричит благим матом, сигналит, предупреждает их об уголовной ответственности, которая, кстати, предусмотрена нарушением правил дорожного движения, которые запрещают такелажные работы с находящимися в транспорте людьми. Не говоря уже о том, что человек, находящийся в автомобиле, нарушивший правила дорожного движения, в состоянии на месте оплатить любой штраф или получить свою квитанцию, а не быть эвакуированным вместе с этим. Я пытался обратиться к этим ребятам, они меня снимали, сидя в машине, запершись, а перед этим они очень так живенько рассказывали этому пострадавшему, что он, скорее всего, представитель нетрадиционной ориентации, ну, в иносказательной форме, конечно, и обещали лишить его определенных частей анатомических тела. Что это за люди? Какие это люди? Ну, судя по всему, это с благословения нашего мэра, который пеньками своими нержавеющими уставил половину или большую половину Киева, кстати, который месяц уже добиваюсь калькуляции. Можно получить на вот эти пеньки? У меня большое подозрение, что стоимость их равна стоимости моста, может, двух мостов или пары станций метро, и пенькейты далеко не украшают ни столицу, ни улучшают дорожно-транспортную ситуацию. Я открыто обращаюсь ко всем правозащитникам с предложением вмешаться в эту ситуацию. Я ее заснял. Я думаю, что мы постараемся выложить ее на канале. А в связи с этим у меня вопрос к нашему гостю. Есть смысл существования государства, то есть это люди осуществили, скажем так, организацию некой структуры, которая должна улучшить их жизнь. И в первую очередь направленную, как мне кажется, на безопасность. Причем безопасность это включает в себя, ну, наверное, все сферы жизнедеятельности человека. Как военная безопасность, как продовольственная безопасность, как безопасность в отношении своей собственной жизни, жизни своих потомков. То есть один из современных философов выразил демократию следующим образом. Он сказал, что демократия – это когда человек не боится. Тогда у меня возникает вопрос. А та ли демократия сегодня вообще исповедуется нашими, скажем так, светочами демократии, которые нам несут эту благую, эту весть демократии у них, у самих, и, следовательно, и у нас. И, опять-таки, повторюсь, что вам, как человеку непосредственно, годы долги отдавшие этому и продолжавшие это делать именно вопросом безопасности, как вы видите в целом сегодняшнее состояние Украины, украинского общества, взаимодействие или не взаимодействие, отсутствие как такового диалога с правительством. А правительство – это же, в принципе, те, скажем так, управленцы, не правительство, а управленцы, которых мы сами выбрали, ну, как начальника, там, скажем, в подъезде. Вот он отвечает за это. Мы ему это доверили. Или мы выбираем адвоката. Если адвокат перестает представлять наши интересы, что мы делаем в подобном случае? Во-первых, мне, как и Женька, на память пришли слова знаменитые, они, ленинские слова. Пусть он там говорил крестьянке, что как хорошо, что вот власть дала, чтобы вы перестали бояться человека с ружьем. Когда-то это была такая фраза-маркер, что человек с ружьем перестал быть символом дикой и грубой силы, творящей насилие. Он стал, так сказать, человеком, защищающим простых людей. Сегодня, вот уже обращаясь к дню сегодняшнему, я, к сожалению, очень часто повторяю для себя, в том числе и в эфирах, вот когда вдруг всплывает какой-то очередной кричащий случай. Вот в данной ситуации, это жикость полная. Живой собственник, находящийся внутри машины. Пусть он по каким-то ему известным причинам стал в конце. Это какой-то легализованный бандитизм. Это бандитизм. А на самом деле и есть бандитизм. Ведь какое-то время, кстати, я обратил внимание, что интенсивность этих машин крайне снизилась. И знаю, что даже там генеральная прокуратура пыталась что-то изображать. Потому что на самом деле основной перекуп от этого злодеяния получал кто-то из близкого окружения Кличко. А сам город, который как бы это все инициировал, в том числе и места для штрафных стоянок, город получал там какие-то буквально копейки от всего этого события. То есть, условно говоря, из двух тысяч гривен с одного как бы носа город получал 10% максимум. А остальное все, так сказать, громко завуулировано было в слова, так сказать, аварийная эвакуация, транспортировка. То есть, как будто так, как сумасшедший, ты заказал, а тебе это все исполнили. С бантиками и за бешеные деньги. Правовой цинизм, колоссальнейшая неуважительность к закону, который предопределяет в своем отношении гражданина и государства, это отличительная черта, на мой взгляд, наверное, всех 30, там уже теперь 31 год мы живем независимые. Я, правда, пытаюсь все по-философски докопаться, от чего же мы независимы стали. Потому что оба понимаем, что философия-то говорит, что независимость – это крайне субъективная категория. Но в данном случае я считаю, что независимыми мы стали от здравого смысла. От здравого смысла. Так вот, я к такому же печальному выходу прихожу. Поэтому самое отвратительное, что когда сталкиваешься с каким-то очередным для кого-то резонансным преступлением, когда там, допустим, замминистра внутренних дел оскорбляет своих собственных подчиненных, ведет себя как конченный хам, и вдруг мы еще под шумоку этого события узнаем, что в принципе это малограмотный косноязычный человек, являясь чьим-то мужем, в целом гражданином России, не прошел нужные спецпроверки, вообще ничего, и долгое время находился аж в должности замминистра. И когда я делаю вывод и говорю, вы знаете, а для меня это закономерно, то это самое ужасное. То есть в Украине на сегодняшний день закономерность преступных действий, закономерность каких-то коррупционных событий, закономерность надругательства над Конституцией, всей системой законов, нормативов и так далее, она намного типичнее, чем хотя бы микроскопическая победа закона. Как вы дошли до жизни такой? Что должно защищать человека, что гарантирует его, скажем, природные хотя бы права, пусть даже не конституционные, природные? Ну, мы ведь прекрасно понимаем, что классики нас многими, так сказать, идеями наделили, и в том числе, что быть в обществе и жить отдельно от общества нельзя. То есть мы подчинены общественной морали. Конфуция вообще утверждает, что человек, вот он только рождается, и он уже, так сказать, в взаимодействии со всем окружающим миром, он с момента своего появления на свет уже зависим от общепринятой системы координат и правил. Но мы, я хочу себе эту идею, но получается так, что на сегодняшний день вообще Украина, по моему глубочайшему убеждению, это государство-имитатор, государство-перевертыш. То есть вот те признаки, которые предопределяют государство в виде набора каких-то государственных инструментов или еще что-то, они на самом деле созданы в значительной степени иллюзорно, то есть они формально есть, а на самом деле вся эта система запредельно порочна обслужить только кланы, находящиеся во власти, кланы, которые сами себе разрешили, допустили себя в этот процесс. А все остальное, ну, оно в зависимости от ситуации, там, значит, то мы электоратом становимся, там, значит, то еще кем-то, ну, и более того. Ну, вот здесь хотелось бы заметить следующее. Вот вы сказали, упоминая Фан Конфорция, что человек не может жить вне общества. Но так сложилась 30-летняя история Украины, показывает, что нас заставляет, именно государственная машина, заставляет максимально атомизироваться. То есть каждый человек сам по себе. Вот сейчас тот пример, о котором я говорил. Но я думаю, что если бы это происходило хотя бы даже в Польше, я думаю, что этот эвакуатор был бы окружен, уже бы его заблокировали просто люди, потому что они бы видели, что происходит грубейшее нарушение гражданских прав человека. Здесь все идут мимо. Причем это очень оживленная улица. Мимо проходят тысячи, не сотни, а тысячи людей, которым все равно, из которых каждый практически завтра может оказаться и оказывается в такой же ситуации. Человек позвонил в милицию за помощью. По 102 ему сказали, очикуйте. Что ему очикывать, сидя в этой машине, непонятно. И продолжая нашу тему, я хотел бы вот о чем сказать. Я как-то не так давно сравнительно, недавно записывал ту же программу с одним из отцов и основателей, с Юрием Кармазиным, которого знают, наверное, все. И вот как раз у нас с ним тема была о том, а что такое наша Конституция. Ну, Юрий, как всегда, принес тома. Ну, он любит это. Мне доводилось с ним не единочь заставку. Его стиль, скажем, эпатажный, мне очень хорошо. Да, да. Он в форме был или нет? Он очень любит, надо, какую-то безумную казацкую форму одевать. А штампу никак не разберусь, он там генералиссимус или кто, но, в общем, отец родной всех кукарских казаков. Обошлось без формы в одежде. Но форма преподнесения материала была стандартной. И вот он доказывал, что наша Конституция практически самая хорошая, самая великолепная. Все хорошо. Я говорю, Юра, а почему же мы так живем? Ну, при таких шикарных условиях, как мы ухитряемся так плохо жить? Он говорит, ну, так дело в том, что правители-то, то один пришел, то второй, то третий, доброго слова о них не скажешь и тому подобное. Я говорю, одну минуточку. Эти правители пришли на фоне Конституции. Вот этой самой дорогой нашей бумаги, на фоне этой бумаги, они туда пришли. Если эта бумага, эта Конституция не может защитить саму себя, как она может защитить нас? То, что Конституция не в состоянии защитить себя, мы видим каждый раз, когда ее переписывают, кому не лень. Ну, взяли один из основных постулатов, который был, в принципе, заложен в декларации о государственном суверенитете. Это вне блоковый статус. То есть, если бы тогда было... Еще один, я бы сказал, из основополагающих принципов существования. Все, от него деваться некуда. То большой вопрос. Во-первых, я уже говорил, вот если бы те положения, которые сегодня зафиксированы, в том числе и в Конституции, были предложены тогда в 90-м году или в 91-м на референдум, так я думаю, никакого референдума бы не состоялось. Никто бы не пошел в государство, где там отношение такое к языку, где стремление в НАТО, и где, собственно говоря, ведь мы же живем в государстве с узаконенным государственным суверенитетом. Не народным. Не народ легитимизирует власть, а власть легитимизирует народ. То есть, они нам разрешают в том числе и голосовать, как мы видим на недавнем примере, когда полмиллиона наших сограждан просто были выброшены. Они были неудобны, как потенциальные избиратели. Они были лишены гражданских прав, пораженцев. И именно декларативная форма Конституции, то есть, что такое декларация? Я говорю, вот я декларирую это. Они говорят, а если не будет этого? Я говорю, ну, я что декларировал? Вот я сказал, нельзя двойное гражданство. А Беня говорит, ну, двойное нельзя, тройное. А даже если двойное, какое наказание? То есть, статья без санкции – это мертворожденный документ. Мне говорят, что если статьи снабдить санкциями в Конституции, то это уже кодекс. Я говорю, нет, так есть ссылка. Вот если бы любая статья и в принципе отношение, принцип отношения к Конституции гласил следующее. Любое нарушение Конституции влечет за собой. Безоговорочно. Что бы ты ни захотел сделать. Если это не в конституционный способ, то до свидания. Вот тогда не рождались бы такие фразы Венеславского, что мы безукоризненно нарушаем Конституцию. Укоризненно было бы. И именно вот эти все последствия, которые мы сегодня даже не распутываем, мы их запутываем, запутываем и запутываем, привели именно к тому состоянию, когда мы живем, не знаю, действительно эти бомбоубежища понадобятся нам или не понадобятся. В принципе, что происходит? Кто от кого защищается? Кто на кого нападает? И в связи с чем? Ну, я остаюсь отчаянным материалистом, и для меня как бы история смены общественно-экономических формаций через призму, определяющую форму собственности на средства производства, она остается как бы основополагающей. Я имею, наверное, так сказать, немалое образование в этой сфере, академическое образование. К сожалению, могу сказать, что Украина не относится ни к одной из общественно-экономических формаций до силы известных человечеству. Мы застряли в намеренной фазе такого бандитского имитационно-криминального, так сказать, сообщества, в котором именно олигархические группы предельно подчинили себе все инструменты власти. Значит, у меня в истории была фраза, которая огордился. В прошлом году я выступал на одном из марафонов, приуроченных к 30-летию независимости Украины. Я сказал фразу, которая редакторами была принята как крылатая и размещена даже в Фейсбуке. Ее забанили так быстро, что я даже удивился. А сказала, что у меня вообще такое впечатление, что всю историю Украины кандидатов в президенты подбирали не по количеству их достоинств, а по набору недостатков. Они все были в меру управляемые, они были, так сказать, введены теми или другими силами, которые в этот момент имели наибольший, так сказать, вес в распределении экономических ресурсов. И, как следствие, имели всегда за собой багаж тех или иных псевдополитических партий. И кто же ставил первого. Но сейчас я договорил идею эту до конца. И, понимаешь, поэтому у нас надстройка, которая, по идее, должна быть вторичной по отношению к экономическому базису, но это классика, она у нас вдруг стала, значит, как кошка, собака, вернее, как хвост собаку управлять. Понимаешь, это абсурд полный. Да, мы говорим о чиновниках, которые вроде должны быть нанятыми нами, управленцами. Да, мы говорим там, и я больше всего умиляюсь, мы, наверное, никаких пальцев тут нам с тобой не хватит даже по нескольку раз повторенных. Сколько раз мы говорили там о морали или полной моральности народных депутатов, которые под куполом принимают все, что угодно, противоречащие логике и проблемам существующего этапа развития общества, нарушающего и не корреспондирующегося со всей массой законодательных актов, наработанных до них и так далее. И это даже уже за грани нормального восприятия слова «цивилизация». Украина не относится к цивилизованному, в моем, по крайней мере, представлению, государству на сегодняшний день. Здесь все подчинено абсолютно диким, непредсказуемым реакциям. Да, я с тобой согласен абсолютно. Государство народу указывает, как надо будет. То есть не народ обеспечивает. То есть вахтер начал руководить предприятием. Да. И на самом деле вот этот перевертыш – это колоссальнейшая трагедия Украины. Потому что вот какой бы мы отрасль жизни сейчас не взяли бы и не подвергли анализу, будь то там экономика, будь здравоохранение, будь система образования, система правоохранительная, которая для меня это просто разорванная, так сказать, рана на душе, поскольку я владею и системно накапливаю вот эту аналитику, она чудовищна, она свидетельствует для меня, насколько правоохранительная система заангажирована до зубов, до ушей. И она, у нее даже на 48 месте не стоит законность, потому что она обслуживает интересы правящих кланов. Все остальное – это уже вне ее. И вот, кстати, в эти интересы и не вписывается вот этот собственник машины. Он интересен этим людям. Там люди заведомо, кстати, очень тщательно проинструктированы, на камеру-то не расскажут. Они не должны вступать ни в какие там, так сказать, предметные разговоры. Более того, исходя из того, что видел ты, они ведут себя запредельно хамски, они ведут себя отвратительно, они оскорбляют человека. Ну как, они нарушали несколько статей Уголовного кодекса, угрожая человеку, обзывая и угрожая. Но ведь они же не просто так, ведь эта линия поведения, она появилась как следствие их убежденности в том, что они будут безнаказаны, что хозяин прикроют. Это оговоренно, это форма их как бы вот в выполнении и функционал. Вот ключевая фраза. Хозяин. Человек перестал чувствовать себя хозяином не только в своей стране, это уже давно, а человек перестал себя чувствовать хозяином вот в той своей хате с краю. Поскольку это отношение привело к тому, что хата с краю оказалась от самого хозяина. Сейчас ни один человек в Украине практически не может с уверенностью сказать, что он хозяин своей хаты. Ее в любой момент могут отобрать. Любыми способами. То ли переписав у нотариуса, то ли выписав непосильные штрафы, то ли еще каким-либо. То есть человек лишился собственности в первый момент существования независимой Украины. Когда нашу собственность начали, никто же из нас не подписывал доверительного разрешения на управление своей частью собственности. Я лично не подписывал. А уж тем более на отчуждение этой моей части собственности. А в Украине, ну как впрочем и в России, природа собственности, она коренным образом отличается от западной. То есть нам, когда пытаются приводить в пример западные аналоги, то я говорю, ребят, вы понимаете в чем дело? Вот Украина реально была действительно народной республикой. Каждый советский человек, которым мы с тобой являлись, он от заработанного рубля получал от 7 до 9 копеек в качестве зарплаты. Остальные заработанные нами же деньги шли именно на приобретение вот всего тех-тех благ, той собственности, которая и перешла в Украину. И в этот момент благополучно была от нас отчуждена. Ну да. Вы понимаете, опять же, мы все время употребляем слово переверну. Мы же вспоминаем известные слова, да, из интернационала, кто был никем, тот станет съем. А тут все с точностью да наоборот. И причем не спрашивая, я согласен абсолютно. Причем дичайшие комбинации со всеми этими, значит, переводиватизационными чехами. Кто поставил первого? Ну, первого, кстати, для меня это удивительная абсолютно фигура. Больше такого, значит, переобувшегося на лету человека, который в состоянии главного идеолога Коммунистической партии Украины вознесся, так сказать, до высот мракобесия и стал первым выдающимся, значит, президентом Украины. Причем выдающимся в очень больших, как бы, кавычках говорю. То есть с одной высоты мракобесия он перескочил на другую высоту мракобесия же. Мы, безусловно, можем спрогнозировать, что эта личность где-то каким-то образом и кулуарно обсуждалась. И нам сложно сегодня... Кто сидел в этих кулуарах? Ну, в этих кулуарах я, кстати, ну вот единственное, наверное, в чем я изрядно убежден, что здесь не обошлось и без, как бы, внешнего влияния, потому что своих внутренних олигархических таких вот выраженных уже, как бы, сил, они появились позже, им нужно было хоть какое-то, так сказать, время на стартап. Поэтому это была в том числе и партийная номенклатура. Вот помним, как у нас... Кто быстрее всего и лучше всех зажил, кстати? Бывшие партийные и комсомольские, так сказать, вожаки. Ну, поскольку у них был опыт руководства. Они точно еще и знали, где взять. Конечно. Потому что они, так сказать, были в середине этих процессов. Но смотри, чем отличалось в то время состояние общества от сегодняшнего? Ты помнишь эти 90-е годы? Каждый ходил по три газеты в кармане, тут еще приемник, все были включены и политизированы. То есть мы смотрели эти отчеты. Ну, люди ждали и верили, скажем так. Открылось окно возможностей. То есть люди верили, что... По крайней мере, мы так думали и нам так преподносилось. Вот это у вас окно. Да, да. Отсюда же и те вопросы, вынесенные на референдум, которые дали возможность именно заложить основы новому государству. Ну, то есть тогда, получается, сидела некая группа людей, которая уже знала, что через 20 лет они это все похерят и предложат совершенно новые условия. Я когда-то мне... Я уже рассказывал эту историю. Один из уважаемых руховцев показывал такую фотографию, видимо, времен революции на Граните, когда там стоит Кравчук, он там с мегафоном ему держит. А здесь на первом плане группа Черноволк, по-моему, Кензер, ну, вся вот эта Левко-Лукьяненко, вот эти. И он говорит, дивись, Сергей, вот это люди, которые терпели. Сидели по тюрмах, по лагерях, по ссылках, але ж мы все перебороли и выбороли краину и започаткували ей. Я говорю, а знаешь, что я вижу на этой фотографии? Ну, что тут можно побачить? Я говорю, вот смотри, вот вы, те, которые сидели в этих тюрьмах и лагерях, а вот человек, который вас в эти тюрьмы и лагеря сажал, а потом вы вышли из этих тюрьм и лагерей и посадили его. Но только разница в том, что он вас сажал в лагеря и в тюрьмы, а вы его посадили в президентское кресло. Трон. Трон. Трон, конечно. Вот в этот... У нас не президентское кресло, у нас трон. Да. Я очень удивляюсь, значит, вот вспоминая историческое, наши президентики говорят, мы, президент, там, значит, и так далее. Но где-то, думаю, что они так думают, но как бы вот... Кстати, когда ты упомянул трон, у меня сразу такая ассоциация явилась. В России, как известно, большинство, если не все принцессы, царицы, они были немецкого происхождения. То есть то ли протестанты, то ли католики, которые, приходя на трон в Россию, меняли свое вероисповедание, они принимали православие. Когда у нас президент непонятного вероисповедания, если оно вообще таковое есть, кладет руку на Евангелие, вот не это ли как бы започатковывает вот этот бред, бред всего дальше происходящего? Я клянусь тем, во что не верю. Ну, я думаю, что, конечно, знаменитая Островская Библия на это дело переживет. Оно-то, да. Но, безусловно, скажем так, ведь никто никогда и не раздумывал. Это вот как ритуал протокола, он там прописан. О его глубине, в том числе с точки зрения, действительно, я согласен, духовное, там, нравственное, в этот момент никто и не думает. Вот в том-то и дело утеряны смыслы того, что мы делаем. А бессмысленным занятием занимаются люди в учреждениях, где рукава на рубашках сзади завязаны. Я скажу, что вот мелочи какие-то. Недавно вот совсем у нас был же с визитом Эрдоган, и он ухитрился за этот отрезок времени. Он уехал, и он, по крайней мере, тут же объявил, что он коронавирусом болен. Но меня задела маленькая деталь, потому что, когда я читал с удивлением, что Эрдоган на пять минут раньше переехал, его никто не встречал, я удивился очень и задал себе вопросы. Журналистами как раз сообщался, говорит, что этого быть, по идее, не может. Как такое возможно? Ведь в том числе на караван Эрдогана с момента его уступления с трапа самолета работает целое управление государственной охраной. И именно охрана президента. Вместе со службой протокола. То есть они по микрону, по сантиметру докладывают о ситуации, что где-то трансляция оборвалась, или у Зеленского там мобильный телефон не работал. Но эти досадные мелочи, они говорят о том, насколько далека страна, и в том числе ее первые лица, окруженные протоколами, специальными управлениями безопасностью и так далее, если они так провинциально себя, это провинциализм тупой, вот такой глухой, проявляет себя в таких мелочах. Но это, с другой стороны, следствие того, что они привыкли, что внутри своей страны можно все. Мы знаем президента, был один у нас Виктор Андреевич, потому что он опаздывал всюду. Это была притча во языцах. Человек, который никогда, ни разу, нигде не был вовремя. Хотя, ну, не думал, он, в общем-то, где-то внешне интеллигентный, грамотный человек. Но точность, вежливость королей, это, видимо, так сказать, не из его набора, вот таких, вот, знаешь, стратегий философских, чтобы вот так быть. Для меня интеллигентность Ющенко, это как-то совершенно разлива на право. Нет, ну, давай, мне, Виктор Андреевич, нравилось всегда, то, что, по крайней мере, я могу с тобой согласиться. Я могу привести только один пример. Мне всегда нравилось, что он показывал образец того, что на него всегда была свежая рубашка, красивый галстук, и аккуратные запонки там, понимаешь? Это я тебе скажу очень даже и очень. Что да, то да. Но фраза, на фоне иных там. Но фраза, когда, помнишь, была ситуация с неправильным поведением его сына, и Ющенко что тогда сказал? Да надо было в морду этому журналисту дать. Опа. Вот с одной такой фразой можно уже распрощаться со всей карьерой. Я думал, ты про руки скажешь, Николу ничего не брал. Это тоже так. У нас, кстати, политики умеют, вот не все, но такой паноптикум фраз, вот этот Сеня со своей кулей в лоб, он же будет в веках, наверное. Ничего хорошего у него не вспомнит. Стена от Яценюка и куля в лоб, которую он обещал, понимаешь, но так и не получил. Вот как-то оно несправедливо. Хотя заслуживает, наверное, по иным, так сказать, показателям изрядно. Вот здесь у меня постоянно возникает один и тот же вопрос. Ну, собралась некая общность людей, которые решили создать органы самоуправления, своего управления. Органы эти перестали работать так, как их изначально намеревались, чтобы они функционировали. Что сообщество в этом случае должно делать? Сказать, ребят, ну, вы не справляетесь, ну, давайте, идите занимайтесь чем-то другим, мы выберем других. А у нас как-то этого не происходит, у нас даже в голове этого нет. У нас же придумали, что вот есть выборы, которые должны быть вот по таким-то числам. извини меня, а если в промежутках между этими числами ты понимаешь, что тебя ведут не туда, не так и никак, и ты до следующего числа можешь реально не дожить. Это первое. Второе, что следующие выборы будут повторяться по той же самой схеме, по которой делались эти. То есть человеку подавляется, ну, скажем так, не сильно умному человеку, который время от времени идет на вокзал, покупает билет, платит за него деньги, приходит к поезду, его в этот поезд не пускают. Проводники уже все с золотыми зубами в махировых шарфах и пыжиковых шапках, и поезд уходит без него. Но в следующий раз он опять идет на вокзал, опять платит деньги, уже зная, что поезд не будет идти вместе с ним, и тем более в ту сторону, в которую нужно. Вот что должно быть в голове у этого человека, который жизнь свою проводит в ожидании своего поезда? Конечно, вот одна из самых болезненных, скажем, частей вот его повествования об этой ситуации, мы невольно возвращаемся с этим, эвакуацией этого автомобиля, я с тобой абсолютно согласен в предельном равнодушии окружающих. Но я ведь равнодушная реакция на какие-то самые кричащие, так сказать, факты нарушения прав, человеческих свобод, даже когда-то это чувство самосохранения. Я могу сказать, нет, ну да, это чувство самосохранения, но, ведь понимаешь, что все дело, в Украине по сути своей отсутствует монолитная какая-то общепринятая общественная мораль. Она во всех цивилизованных обществах, это очень мощный инструмент, в штате, формирование нравственности, она жидится на традициях, на каких-то, так сказать, преемственности, поколений, все. И вот эти вот злодейские кланы сменяют друг друга, они деформировали невероятным образом психологию общества, его критическое отношение к тому, что десятки лет назад я не мог бы себе представить. Вот я всем привожу один простой пример. Каждый пацан когда-то пробует в своей жизни там курить первый раз, ну вот подрастая, там мальчишки где-то я помню. У меня осталась с детства память, но я потом ее анализировал, мы боялись любого взрослого. Мы боялись любого взрослого, потому что взрослый увидев пацана там где-то тянущего какой-то окурок, он знал, что он вправе не просто сделать замечание, а взять тебя за ухо и еще к твоим родителям прийти. Это была общепринятая норма, то есть все взрослые они участвовали в воспитании будущего поколения, они не оставались равнодушны, в первую очередь к этой категории общества. и представь себе эту ситуацию сегодня, когда ты возьмешь все за ухо, если еще в ответ не засветят в глаз этот подросток быстро развивающийся, ты от его родителей получишь такой отпор от оскорбления, у нас родители приходят в школу и учителям там, извини, лицо бьют. Это вершина, понимаешь, дегенерации общества. Я вчера общался на пресс-конференции с одним экс-прокурором, мы тоже говорили о роли общественного сознания в регуляции общества, и я ему говорю, вот вы же экс-прокурором, военный, почему он получил, он был военным прокурором, получившим серьезное, хорошее образование в Москве, там был единственный вуз, который готовил именно военных прокуроров когда-то, специалистов именно по воинским преступлениям, по вопросам организации службы и так далее, но я говорю, вы хотя бы понимаете, что правовая культура, правовая культура, как часть общенационной культуры, она в обществе на сегодняшний день отсутствует, это слово вообще, правовой нигилизм, он заменил собой, так сказать, моральное восприятие того, что это можно, ведь ты понимаешь, вот эти слова это можно, а это нельзя, они когда-то были регуляторами жизни общества. Да, это были ось и абсциссы, координаты, то есть это была система координатов. они просто смыты, ушли, их нет чистое поле, иди куда хочешь, либертарианство. И конечно, вот в отсутствии эта система координат, люди, которые постарше, которые, они сжались, они поняли, что сунувшись где-то, кинулись кого-то защищать, они, ну, очевидно, проиграют, очевидно, сами могут оказаться в роли крайних или пострадавших, или еще что-то. И вот это наслоение истории всего, я скажу, вот, ну, если вспомнить статистику даже 20-летней давности, то реакция общества на какое-нибудь убийство там, особенно злодейское там, допустим, в Киевском регионе, оно было достаточно острым. Об этом писали там газеты, они требовали, там, еще расследовали, еще что-то. А сегодня, когда нас затопила масса эта информация, когда мы видим безнаказанность там, элитной массы общества, которая сама себе придумала, так сказать, я вот сейчас вижу цирк, который с Трухиной там раскручивается, сначала не могли найти ничего, потом вдруг нашлось видео, где он там взятки предлагает, теперь наконец-то вдруг, оказывается, нашлись видео, где вообще он, это был и не он, и он не ехал, тогда возникает вопрос, а что же он там круг не нарезал и что-то, так сказать, доказывал. И вот это все в этом театре абсурда, понимаешь, размыты те человеческие ценности, под регуляцией которых мы формировались, понимаешь, мы отталкивались и, наверное, и сохранили, вот наше поколение так точно, вот это уважительное отношение там к старшим, все-таки понимание того, что это Родина, у которой ты должен не только брать, что ты ей должен что-то отдавать, там, строгательное воспоминание, я с ним абсолютно согласен, что мы получали 9 копеек от рубля, заработанного в процессе, там, значит, но мы, каждый понимали, что мы в такой способ создаем в том числе предтечу и для будущих поколений этой страны, нет, мы в армиуме тоже, мы в армиуме тоже не жили, ну да, да, ну я имею в виду, что кроме самих себя мы так думали, мы так относились, ну вот ты упомянул, кстати, прокуроров, вот не далее, как сегодня, появилась информация, что бывший прокурор родной из областей Украины приобрел недвижимости на полтора миллиона долларов, ну вот здесь у меня вот неотвеченный вопрос, откуда каждый практически генпрокурор становился, уходя миллионером, у нас же трудно назвать генпрокурора, бывшего, который не стал мультимиллионером, не просто миллионером, а мультимиллионером. Ну то есть до болезни психики они становились богатыми, ну помнишь эти дома, ухоженные лепнины, вот для меня, кстати, маркет жуткий, этот золотой батон, который где-то, кстати, таинственно исчез, еще не факт был ли он в натуре. Ну он как символ вот этого, понимаешь, запредельного и безнаказанного богатства и сочетания бескусий. Так вот, когда вот такие факты становятся известными, благодаря Бигусинфо, у меня вопрос к Гетманцеву, а он внимательно изучил этот вопрос, вот при покупке этой недвижимости выплачены вот те 18%, о которых он говорил, или изучена ли природа этих полутора миллионов, откуда они взялись, или может опять у него, как у бывшего генпрокурора, тесть, очень талантливый, там, завгары он где-то накопил, правда у тестя тоже никто никогда не спросил, а ты как талантливый, так смотришь, такого бабла. Я скажу, что Гетманцев стал очень, так сказать, легко врагом мелкого и среднего бизнеса, украинского, в общем-то, как автор злодейских абсолютно законов, простых людей, но при этом, он, оказывается, у нас очень активно лоббировал игровой бизнес, он просто вот рвал на рубашку, и продолжает это делать. Ну, я с ним общался в кулуарах одного из каналов, именно по этому вопросу, я ему тогда задал вопрос, говорю, а скажите мне, пожалуйста, где вы найдете предпринимателей, которые, вложив 4 миллиарда долларов, которые вы говорите, сейчас мы получим в виде лицензии, не захотят заработать с лихвой, кого они зарабатывают, с тех, кого вы сегодня защищаете, вы как это решили себе? Ну, они решили еще лучше, что несколько лет они вообще без налогов будут жить. Тут вот вопрос следующий, нам уже, как бы, нет смысла без конца повторять гусы, гроши, ныма, гусы, ныкорбы. Понятно, денег нет, кстати, этот же Гитманцев, видно, ему кто-то там под гипнозом внушил, что у человека денег в кармане быть не должно. Если во время Насирова, Насиров говорил, что на руках у населения 100 миллиардов долларов, и я в свое время Наде Савченко объяснял, как можно поступить с этими 100 миллиардами, привлечь их в государство, в работу в государство. Но, кстати, так все цивилизованные страны так и поступают. Конечно, конечно. Они создают условия. Так во всех странах люди держат деньги в банке. В банке, не под подушкой, с риском, что придет наркоман и поставит утюг на тело, где же ты это прячешь. А Гитманцев сказал, что у людей еще 50 миллиардов на руках. Ему с такой коннотацией, что эти 50 миллиардов еще надо и сделать. Но если человек сам не может сорганизоваться, или компания этих людей, ну, не может найти дорогу, то, как говорил знаменитый, упоминаемый тобой, исторический персонаж, есть такая партия. Ну, вот сейчас не то, чтобы появилась, ну, как Феникс союзливых сил и возглавляет ее человек, который хорошо знает, как посчитать, как решить. Он и прокурор, он и аудитор военных, кстати, Гальдар. Я их не знаю, Максим. Да, и он был в этой студии. Ну, вот у меня вопрос. Вот если функция государства защищать человека, то вот, я думаю, вот такой вопиющий случай, как вот сегодняшний, с этим эвакуатором, то, наверное, это партия. Ее юристы должны были бы взять, поднять эту тему и довести ее до упора. То есть, примерно наказать. Попутно я в который раз говорю, мне бы хотелось знать, сколько из городского бюджета выделено денег на вот эти вот бесполезные хромированные пеньки, вот эту вот фигню. Посмотри, что они сделали на Бессарабке. С вот этими островками безопасности на дороге шириной в 15 метров, которые создают опасность. Я скажу, чтобы мы к этой теме мы с разных аспектов ее оцениваем. Мне довелось побывать и в европейских столицах. В этом плане еще показательно Будапешт. Да, там тоже не въедешь нигде просто так и не станешь, но, да, там перекрыты доступы, чтобы машины могли просто вульгарно куда-то заезжать. Но там создано, даже в старой части города, создано колоссальное количество оборудованных стоянок. Но Кличко об этом не знает. Это я уже с сарказмом, конечно же, говорю, что прежде чем вы хотите поставить свои столбики, хоть из ничего, или вот эти полушария и так далее. Кстати, такими полушариями Будапешт, в том числе, там зачищены многие въезды и проезды, вы должны создать альтернативу стояночных мест. Но ведь этого же не произошло. Вопрос в другом для меня, Сереж. Понимаешь, тоже уже говорил это когда-то не так давно, с одной из очень известных психологов, нейропсихологов, обсуждали такую, казалось бы, парадоксальную тему. А у нас все парадокс. Процентное количество идиотов в каждой стране, оно приблизительно одинаково. Ну, в стране, в нации. Не важно, там, идиотов в Японии ни меньше, ни больше, чем, скажем, в Германии. И важно то, как общество относится к своим идиотам. Если, понимая их специфическую, их специфику им разрешают клеить коробки на почте, где их ошибка не приведет к каким-либо там печальным последствиям, это одно. Но когда оно своих идиотов ставит в управление, вот тогда вопрос к обществу, некий идиотам. И вот у меня вопрос к обществу. На сегодняшний день трудно себе представить не члена, там, семьи правительства, который бы одобрел то, что происходит. Но при этом все молчат. Ну как, не молчат, конечно, стонут. Для меня самый блистательный, скажем, вот такой картинный, вот ужаса, вот того переворота, который произошел, социального переворота, страшного, маргинального, в октябре 1917 года, это было знаменитое произведение Булгакова «Собачье сердце». Именно потому, что оно сатирически, абсолютно вот в таком вот немыслимом, ярком и точном в деталях цвете показало вот этот вот, понимаешь, контраст профессора Преображенского и его мира, и Шарикова, и Швондера. Вот мы на сегодняшний день, я был бы очень рад, но сегодня же все только, значит, пишущие, кому разрешают, они славославят только, значит, то, что происходит. Потому что на сегодняшний день, если мы возьмем вот эту сферу, вот эта маргинальная масса, которая мифологизировала себя там в разные исторические периоды, она создает под себя какие-то аллеи, попыталась построить музей, его же и разворовала там и прочее. И, понимаешь, это страшная эпоха, потому что мы снова вернулись, значит, по крайней мере, только сегодня сверху уже сидят самые злодеи и злодеи, там, они где-то из-за облачных высот смотрят, они поляризовали ведь общество, у нас поляризация общества страшная, мы, по сути, по своей модели, мы латиноамериканское государство, ну, у нас богатые строят для себя, обратив внимание, как защищенные крепости, с охраной, со въездами, там, с барьерами, там, значит, они в какой-то способ себя отделяют от менее благополучного, вот мы про всякие там новые липки, другие микрорайоны, потому что они же все так выстроены, у нас разница в социальных, значит, нормативах, там, еще что-то, она заоблачная, это страшный маркер того, что государство-то дегенерирует, и эта дегенерация, она ведь не бесследна, этот разрыв растет. Я всегда задавал все вопросы, неужели, которые, и вы там наверху, как пела Кадатала Борисовна, они не понимают последствий вот такого разорительного уничтожения к обществу, с которого они сосут последние соки, они же других-то соков не знают, где сосать. Ну, видишь, недавно состоялось очередное заседание там очень высоколобых людей, которые как считают, или они считают, или действительно так определяют тренды, куда направляться будет вообще цивилизация. И там было рассмотрено четыре направления. Оптимальное, катастрофическое, революционное и андрогенное. Оптимальное было отвергнуто сразу, как нереальное, катастрофическое, ужас даже название наводит, революционное, как бы уже революции, близко к катастрофическим, и остановились на андрогенах. Но вот андрогенное, путь развития для них выглядит следующим образом. С одной стороны, они надеются на какой-то переход, который они сейчас не могут ни осознать, ни предсказать, но вот какой-то вот лебедь прилетит, ну, хочется верить, не черный. И вот, вот, хуп, вот как у царя Додона, вот принцесса-лебедь там со звездой Волду. А в принципе, прийти они должны, а в чем андрогенность? В том, что они придут к тому, что класс богатых и бедных, это будет еще и разный биологический подвид. То есть это будут люди, которые будут по-разному биологически устроены. Ну или обустроены. То есть те, которые богатые, тех, которых там 10 процентов, они будут жить 120-140 лет, а может вообще там до вечности добегут. А вот эти будут жить там, эти будут хорошо питаться и получать все благо, а остальные будут выживать. Ну, то есть вот как, скажем, неглупый, но не сильно расточительный хозяин, вот он кормит свою лошадь ровно настолько, чтобы она не сдохла с голоду, с одной стороны, и с другой стороны, могла выполнять какую-то полезную для него работу. Больше ее кормить не надо. И отдыхать ей больше не надо. И отношение к этой лошади будет не как к человеку. Ты можешь, в принципе, и неплохо относиться к лошади, но она лошадью быть не перестает. Так вот, масса вот эта в 80 или 90 процентов, они совершенно как бы, ну, так аморфно воспринимают вот эту возможную трансформацию общества. То есть то, к чему мы идем в целом, оно разделяет уже сегодня всю массу человеческую на два потока. Один поток, который идет вот сюда, ну, как бы его ведут, он туда идет. А другой поток, который говорит, не, ребят, нам это не нравится. Ну, вот нам не нравятся ваши вот демократические эти институты в том виде, в котором они существуют сегодня. И много чего не нравится, вот это большое отношение к семье, к полам и к тому. Да, мы консервативные. Окей, но это наша консервация. Нам ваша демократия как бы нет. И если до последнего времени не случалось такого повсеместно, когда огнем и мечом приводили людей к пониманию демократии, как лучшего, что придумало человечество, то сегодня стал вопрос. Если раньше демократия ассоциировалась с более высоким уровнем жизни, то есть что-то тебе нравилось, что-то не нравилось, но у тебя там было все хорошо материально, то на сегодняшний день более успешную программу показывают как раз не демократические страны. И вот на этом перепуте мы сейчас находимся и пока еще не понимаем, но даст Бог придем в понимание, что выбор нам все равно предстоит сделать. И как бы нам не говорили, что мы управляемся извне, но даже собака, которую там, казалось бы, послушная, если ее загнать в угол, она кинется на своего хозяина или убежит. Я, конечно, понимаю, что время нашего общения не резиновое сегодня. Но мы его можем мультиплицировать. Все равно каким-то итоговым выводам уже, конечно же, подбираемся. И я понимаю, что все аналитики едины о том, что те трансформации, которые сейчас начинают ярко проявляться в глобальных международных отношениях, вот это формирование многополярности, о котором сегодня говорят, о напряжении старого англосаксонского мира, который чувствует, что утрачивает свою былую безоговорность. И как раненый Сбери напоследок чудил. И пытается что-то. В то же время, так сказать, очевидные оси мощной Китая, которая вокруг себя формирует свои интересы и относительно удачно туда вписывается Россия. На этом фоне меня, знаешь, поражает, когда европейские страны нас учат, тоже пытаются влиять. Мы видим, как сюда ездят большие чиновники от всяких стран и государств. В восхищении нашего Зеленского просто нет пределов от этих визитов. Он считает, что это уже машинально улучшает нашу жизнь. У меня поражает другое. А неужели все эти люди, они объективно не оценивают того, что даже те же традиционные европейские страны, они все потихонечку утрачивают свою идентификацию? На сегодняшний день прирост всех западноевропейских государств, классических, он уже длительное время, более чем на 80% только от мигрантов зависит. То есть традиционные, классические, вот эти вот национальные портреты, они размываются, они исчезают. И с ними тоже происходит ожидаемо колоссальная трансформация, в том числе на духовном уровне, и прочее, и прочее. И вот эта немыслимая взвесь, с одной стороны, желание переделать, перекроить, или какие-то объективные процессы, которые меняют эту полярность, и те вызовы, которые нам реально привносит сама жизнь, потому что огромные и голодные, и неухоженные нищие массы с африканского континента, Ближнего Востока, они предсказуемы должны были рано или поздно, они как саранча просто мигрируют, понимаешь? Но ведь они же с собой приносят и свою инертность социальную, и, так сказать, способность к быстрому размножению на этом же фоне, и так далее, и так далее. Мне кажется, что Украина во всем этом, в мозаичном разноцвете, она выглядит очень сложно на сегодняшний день. А мы ведь, конечно же, пытаемся все время в своих оценках как-то все-таки видеть какой-то, так сказать, ну вот хоть маленький там где-то лучик того, что что-то должно поменяться внутри, я с тобой согласен. Ты говоришь о том, что да, мы внешне там может быть зависим, но это очень многое зависит на самом деле от того, что мы сможем сделать внутри, на что мы способны, и на что на самом деле мы пока декларативны, но ведь мы имеем право. Какой основной продукт мог бы сегодня стать стимулом для Украины, для ее места, для нахождения ее места в мире? Вчера говорили с ребятами, я говорю, ты понимаешь, червячок, он ведь тоже участник рыбалки, но никуда не денешься. С одной стороны, есть охотник, рыбак, с другой стороны, есть рыба, антипод, он хочет поймать, она хочет скушать, но червячок-то тоже есть. Уже отчаянно извивается, сопротивляется, и рыбаки знают. И вот при всем, при этом, осознавать себя, как в том анекдоте, когда маленький червячок пришел домой, говорит, мама, а папа где? Он говорит, с мужиками на рыбалку пошел. Вот с какими мужиками мы на рыбалку собираемся? И нужна ли нам их вообще рыбалка? Или у нас есть свое, чем заняться? Так вот, тот продукт, который сегодня ожидался бы от Украины, самими украинцами, и для Украины, но и для всего мира, это нахождение новых смыслов. В целом, мир утратил смыслы. На мой взгляд, мир утратил смыслы. Он не понимает, куда идти. Вот это вот размытие этих границ понимания, то есть отсутствие меры, на чем всегда держалось мироздание, оно привело к той ситуации, которая сегодня есть. Вот эта постмодернистская теория и практика привела к тому, что человеку сказали, а что ты не делаешь, все будет правильно. Но и в то же время, что бы ты ни делал, будет неправильно. Шикарнейшее объяснение. Как в этом фильме, когда Марию искусницу этот водяной захватила, она говорила, что воля, что не воля, все едино. Вот это состояние полной душевной и социальной аморфности. Но эта аморфность, она ведь тоже намеренно насаждается, потому что вот именно идеология вот такого андрогенного, так сказать, ты понимаешь, раздела мира, чтобы те вот к сами себе придумавшиеся это совершенство. Это я понимаю. Это свойство вот этих людей, шкалобых, несмотря на их миллиарды. Ведь, как говорится, если хочешь узнать отношение Бога к деньгам, посмотри, кому Он их дает. Все их усилия направлены на что? На сохранение статуса кво. Они должны держать власть. Власть им нужна для того, чтобы заработать деньги. А деньги нужны для того, чтобы держать власть. Вот все, вот этот их жизненный цикл замкнут здесь. То есть, они не производят ничего, кроме этого. то есть, это свойство шашеля. Вот шашель жрет для того, чтобы существовать, а существует для того, чтобы жрать. Все, больше ничего нет. Но место, на котором поселился шашель, превращается в труху. В труху, да. Тогда мы уже не говорим о том, что это единственные силы, у которых есть мозги, которые в состоянии что-то продуцировать. То есть, родить, продуцировать новый смысл, скорее всего, приходится тем, кто находится в самых сложных ситуациях. У человека появляется какое-то там шестое, седьмое чувство, там перепрыгивает нереальную пропасть, вылазит в окно, в которое голова не пролазит, как это было при съемках фильма «Полосатый рейс». То есть, у человека появляется сверхспособность. Вот сколько нужно еще прессовать Украину, которая сегодня находится под самым высоким прессом среди цивилизованных государств и наций, для того, чтобы они наконец сформировали свой смысл. То есть, носители смыслов эти есть. Вопрос только один. Каким образом им транслировать это населению? И опять-таки, чтобы эта трансляция не закончилась, как мне тот же Кацаба пришел и сказал, после того, как Дудкина арестовали, он говорит, Сергей, мне сказали люди там за сбу, что ты следующий. Ты и по-гребински. Я говорю, ну, хорошо, хоть компания хорошая. Сережа, ну, я думаю, что на самом деле это и есть скрытый смысл, в том числе и наша с тобой сегодняшняя встреча. Понимаешь? Потому что мы не просто там люди кричащие там вот это плохо, это плохо. Мы пытаемся искать ответы и говорить, что нужно делать. Я думаю, что искренне рассуждаю о том, что, наверное, это и наша миссия в значительной степени говорить, открыто говорить, формировать определенное мнение. Это мнение, набирая силы и как-то нарастая, оно обязано, так сказать, трансформироваться в какие-то уже более, так сказать, активные выражения своей воли, в желании что-то менять, быть несогласным с тем, что вот так вот просто навязывается. Мы вспоминали с тобой, Максима Гальдарба, сегодня там, значит, массу других людей, я тоже знаю массу умниц, активных людей, неравнодушных. Их количество растет, растет, как бы, так сказать, в силу, к сожалению, бедственных проблем, связанных с голодом, с нищетой, которые стали абсолютно реальными этой жизни. И если материалистически подходить, то ты прав, наверное, где-то уже близок вот конец этого терпения, когда люди уже начнут в иллюминаторе свои головы просовывать и все-таки что-то требовать и говорить. Тут, на мой взгляд, такая вот аналогия видится. Если в закрытом шаре нагнетать давление, то его разорвет чертовая матери во все стороны. А если, как у чайника, крышечку приоткрыть, то пара идет туда, куда надо. Вот, чтобы не были вот эти упомянутые нами силы страшно далеки от народа, очевидно, нужно идти по пути уже практически, предложения практических действий. Не просто обсуждение того, как плохо, как... Осуждая, предлагай. Но я в свое время предлагал нашему знаменитому академику Пешко, говорю, ну давайте соберем круглый стол. Ну вот, ученых, лидеров общественного мнения, проведем какой-то конгресс, пригласим на него, на этот круглый стол товарища Зеленского или господина, как ему там удобнее. Говорит, он не придет, зачем? Он не хочет, чтобы его критиковали. Я говорю, а почему критиковали? Не обязательно критиковать. Но сели и обсудили, что Владимир Александрович, ну вот то, что вам рисуют, оно далеко не так, как это в действительности. Давайте обсудим эту проблему. Если вы можете эту проблему решить сами, окей. Но если, как вы говорите, у вас нет людей, то вот сидят эти люди, вот есть предложение, вот есть понимание проблемы выхода из этой ситуации, причем выхода не капитуляционного, я не имею в виду, даже там Донбасс, я имею в виду состояния Украины. У нас же, когда мы в 90-м году, в 90-е годы начали бегать с крапчучками, было далеко не самое хорошее время, впереди маячило что-то светлое и действительно к этому светлому пришли. Что сейчас маячит? И вот без вот этого общественного обсуждения, ну чем мы сегодня отличаемся от 70-х годов в Советском Союзе? Там на кухнях обсуждали, ему сейчас постудия. Ну то есть энергия этого вещества, она все-таки должна дойти до того атомизированного населения, которое сегодня есть. Я согласен с тобой абсолютно. Ну, с кухнями выходит где-то тяжелее бороться, ты видишь, как каналы масс-медиа тут преследуют, закрывают, шлепывают, как считают нужным. Я тебя прошу. Я уже говорил, когда закрыли эти каналы, как бы напоследок уже временно, что создание вот этих монстров, дредноутов, вот этих медийных, которые требуют миллиарды на содержание, а выхлоп в очень маленькую, в очень маленькое горлышко. В этом горлышке, как 300 спартанцев поставили эту нацраду, и ты можешь вкладывать туда сколько угодно, денег тебя в любой момент перекроют и нет тебя. Сотой части тех средств, тех активов, которые сюда вкладываются, если бы они создали тогда 2 февраля армию дронов, то есть армию блогеров, ведь Шарий показал, что усилиями одного блогера он довел до сумасшествия в общем-то достаточно психически устойчивого президента. Он же его довел до уже психического расстройства. Если сейчас было бы созданы сотни блогеров, мне правда говорили, ты представляешь сколько времени нужно их раскручивать? А не нужно их раскручивать, они же брендированы. Все тот же Укрлайф, Зик и тому подобное. Но и в общем-то действующая генерация тем и смыслов она остается в кулаке. Но эти только становятся тысячи репродукторов. Ну выключить две тысячи репродукторов. Останется три. То есть у человека все равно есть куда гулять. Ну я думаю, что мы с тобой абсолютно не утрачиваем веры и в силу слова, и в силу возможности идейного убеждения. Поэтому раз от раз я останавливаю многие для себя какие-то иные процессы. С удовольствием иду на встречу, иду на записи, иду на эфиры для того, чтобы тоже вносить свою какую-то лепту, говорить правду, говорить конструктивно, предвидеть и отдавать эти эмоции, чувства тем, кто нас слушает. Я надеюсь, что нас слушают, воспринимают и делают для себя какие-то выводы. Есть еще порох в пороховницах? Ну безусловно. На этой положительной и оптимистической ноте мы заканчиваем сегодня программу. Мы всегда рады вашему мнению, вашим отзывам. Приглашаем принять вас более активное участие в наших программах. Пишите свои предложения. Наиболее интересные предложения мы пригласим их авторов озвучить их в этой студии. И до следующей встречи. Всего доброго.